2012 год – юбилейный для русского драматического театра. Один из старейших в республике храмов Мильпомена отмечает 90-летие образования. История театрального искусства в Чувашии началась еще в 1918 году, когда в доме купцов Ефремовых ставили первые спектакли. Из этой самодеятельной труппы в дальнейшем и вырос русский драматический театр города Чубаксары. 14 декабря 1922 года состоялось открытие первого театрального сезона. 90 лет назад русский театр открыл занавес спектаклям Василиса Милентьева – Островского. В газете «Чувашский край» от 27 октября 1922 года был опубликован репертуар театра на сезон 1922-23 годов. Все постановки так или иначе откликались на проблемы того времени. Творческим взлетом труппы русского театра называют 30-е и 40-е годы. Свою работу театр не прекращал даже во время Великой Отечественной войны. В различных воинских частях и госпиталях страны артисты показали свыше 300 спектаклей и концертов. За активную военно-шевскую работу приказом министра обороны СССР актерам русского театра была объявлена благодарность. И сегодня русский драматический продолжает развиваться. Каждый год появляются новые постановки. «Из года в год мы выпускаем по пять спектаклей, играем старый репертуар, но мы спектакли кое-как исписываем, но все у нас репертуар обогащается, обогащается. Спасибо нашему министерству, республике, что нас поддерживают. Нам ежегодно выделяются деньги, финансы, чтобы мы могли в год выпускать пять спектаклей. Если пять спектаклей, это значит новая декорация, новые костюмы, новое все приобретение прожекторов». Юбилейный сезон театра насыщен интересными и значимыми событиями. С 8 по 14 декабря пройдет фестиваль спектаклей. «Мы называем фестиваль, фестивальные спектакли. В этот фестиваль войдут «Сомлетнюю ночь» Шекспира, то есть те спектакли, которые участвовали или побеждали в разных конкурсах и фестивалях». «90 лет тому назад, в 1922 году, 14 декабря, наш театр открыл занавес спектаклем Василиса Милентьевна, великого русского драматурга Островского. Но мы считали, что продолжать эту традицию было бы намного лучше и вернее. Поэтому мы взяли того же драматурга Островского, но другое произведение. Его пьеса называется «Бешеные деньги». Очень современная тема». Сегодня русский драматический театр занял ведущее место в театральном пространстве страны. Творческий коллектив, талант и мастерство по праву отмечены как критиками, так и самым главным судьей – зрителям. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, «Республика». Я вам привезу деньги через полчаса.